После матча во Владимире контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза решила применить дисциплинарные санкции к нашему вратарю Андрею Рыжикову. Его жест в адрес владимирских фанатов сочли оскорбительным. Ивановский голкипер получил дисквалификацию на два матча первенства. Стоит также заметить, что в течение всей выездной игры Владимирский фан-сектор намеренно провоцировал конфликт и скандировал оскорбительные речевки в адрес футболистов нашей команды и ее болельщиков. За это футбольный клуб «Торпеда» штрафован всего на 10 тысяч рублей. В руководстве текстильщика решение посчитали несправедливым. Владимирский клуб за эти хулиганские действия получил всего-навсего денежный штраф. В то время как наш вратарь, наш игрок, который был вынужден ответить на эти провокации, получил дисквалификацию в два матча. В то время как новый регламент позволяет дисквалифицировать, если не весь стадион, то отдельные трибуны, нарушающие определенные требования. Здесь получается, что игрок страдает более серьезно, лишаясь возможности участия в соревнованиях, а хулиганы, чиняющие беспредел на трибунах, остаются фактически безнаказанными. А спорить дисквалификацию Рыжикова уже не получится. Но вот привлечь к ответственности владимирцев, выходящих за рамки дозволенного, все-таки можно. Футбольный клуб направил официальное письмо в адрес президента профессиональной футбольной лиги Андрея Лорионовича Соколова с просьбой внимательно рассмотреть эту ситуацию и вмешаться, поскольку мы считаем, что ежегодные действия владимирских фанатах на матчах торпедо с текстильщиком с каждым годом принимают все более экстремистский характер. И здесь нужно вмешиваться в эту ситуацию с тем, чтобы она не катилась дальше по наклонной. Продолжение следует...